Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях. Сегодня вас ожидает вторая часть. Если вы пропустили первую, ссылочка будет здесь, а также внизу. Там я действительно отвечаю на немаловажные вопросы. Сегодня мы продолжаем. Давайте приступать. Подскажите, пожалуйста, через какой сайт лучше всего бронировать туры в Турцию? На самом деле сайтов, через которые можно это делать, великое множество. Если вы предпочитаете самостоятельно организовывать свой отдых, то вы всегда можете в первую очередь зайти на официальный сайт отеля, в котором вы планируете отдыхать, и посмотреть цены там. Ведь зачастую цены, которые указываются на официальном сайте, гораздо выгоднее, нежели те, которые предоставляют сайты бронирования. Кроме того, есть такие популярные сайты бронирования, как Booking.com, Agoda. В самой Турции Booking.com не работает, но если вы располагаетесь не в Турции, то вполне можете забронировать турецкий отель на этом сайте. Кроме того, существуют такие сайты, как Trivaga, либо же TripAdvisor. Там вам сразу предоставляется перечень цен от различных сайтов бронирования. В общем-то, прежде чем делать бронирование отеля в Турции, обязательно нужно сравнить цены и в первую очередь зайти на официальный сайт отеля. Мне даже мои зрители писали, что нередко заходят именно на официальный сайт отеля для того, чтобы забронировать номер. Пожалуйста, вам наглядный пример. Возьмем отель Royal Dragon, который располагается на курорте CD, и посмотрим, сколько стоит забронировать одну ночь в этой гостинице на различных сайтах. Заходим на сайт Agoda и видим, что здесь ночь проживания в этом отеле стоит 1468 лир. Переходим на сайт TripAdvisor, чтобы посмотреть цены там. И как мы видим, от сразу нескольких сайтов предлагаются совершенно различные цены. К примеру, на сайте Hotels.com этот же отель ночь бронирования на те же даты стоит уже 1664 лир. Другие два сайта предлагают ценник 1400 лир и 1409 лир. Ну а если мы зайдем на сам сайт отеля, то увидим следующую цену тоже 1400 лир. То есть получается, что на самом сайте одно из самых выгодных предложений. Поэтому я думаю, что вы поняли, наглядный пример нам показывает, что иногда нужно посещать и официальные сайты отелей, потому что нередко здесь можно найти выгодное предложение. Мы переходим к следующему вопросу. Можно узнать достоверность работающих отелей по зимней концепции в феврале с локацией в Анталии и Сиде. Всю самую достоверную информацию по поводу того или иного отеля вы всегда можете запросить на официальном сайте отеля. В каждом отеле есть сотрудник, который отвечает на вопросы туристов. Там есть специальные люди, которые говорят на английском, на немецком, на русском языке. Любой вопрос, который вас интересует по концепции, вы пишете в своем письме, отправляете его на электронную почту отеля и вам обязательно должны ответить в течение нескольких дней. Кроме того, на том же TripAdvisor или Top Hotels вы можете почитать самые последние отзывы от туристов, которые недавно побывали в отеле и таким образом узнать информацию. Ну и, конечно же, не забывайте обращаться к самому отелю. Мы переходим к следующему вопросу, он достаточно большой, поэтому делаю выжимку. Человек будет отдыхать в Тетриангеле и спрашивает про базар, что располагается в Манавгате. У меня есть целое видео, посвященное базару в Манавгате. Я вам оставлю обязательно ссылку в описании. Переходите, смотрите это видео. Если же отвечать на вопрос, можно ли из отеля WaterCD в Соргуни дойти пешком до базара, который функционирует по понедельникам, либо по четвергам, да, вы можете дойти пешком, но вам придется пройти более 6 километров, выходите на велосипедную дорожку, которая располагается сзади отелей, доходите до парка Манавгата, затем до желтого моста, после поворачиваете направо и чуть-чуть еще останется пройти, и дойдете все-таки вы до рынка. Следующий вопрос. Я собираюсь в Турцию 15 мая. Подскажите, пожалуйста, в это время в Кемере уже можно купаться? Какая температура воды может быть в это время? В это время средняя температура воды в море в Кемере составляет 22 градуса. Очень многие уже в это время купаются, поэтому, отвечая на ваш вопрос, даю положительный ответ. В принципе, уже можно купаться. Конечно, в это время и вода в море еще не будет, как парное молоко, но тем не менее, купаться уже можно, так что не переживайте. В принципе, я думаю, обязательно у вас получится насладиться и морской водой. Традиционное напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить под этим роликом свои замечательные пальчики вверх, которые так хорошо помогают мне в продвижении моего канала. Я заранее всех благодарю. Мы переходим к следующему вопросу. Он достаточно большой, но я его зачитаю. Если есть информация по следующему вопросу, то буду благодарна за ответ. При внесении суммы по раннему бронированию туроператору деньги сразу последний перегоняют отелю или аккумулируют у себя. А бронь отеля оплачивают только очень частично. В интернете не смогла найти ответ. Дело в том, что нам не во взрат поясняют тем, что внесенную сумму сразу кидают в счет отеля и авиакомпании, а у самого туроператора денег нет. Чтобы их вернуть, туристу надо для начала вернуть деньги от отеля. Вот какое-то чувство, что нас вводят за нос. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я специально сегодня связалась со специалистом, который как раз-таки занимается заключением контрактов с туроператорами. Он работает в пятизвездочном отеле в Сиде. И вот какую информацию я получила. Крупные туроператоры еще до начала сезона заключают контракты с отельерами и вносят достаточно крупные депозиты на счета отельеров. В течение всего сезона, когда у туроператоров бронируются отели, суммы постепенно списываются с этого депозита. Если же брать мелкого туроператора, то, как правило, он полностью расплачивается с отельером за номера уже ближе к концу сезона. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, важно знать, какого туроператора вы бронировали. В вашем случае я вам настоятельно рекомендую еще раз очень тщательно прочитать условия договора, которые вы подписывали со своим туроператором. И уже на основании этих условий действовать в отношении возвращения своей выплаты. Следующий вопрос. А будут ли вакцины, сделанные в Турции, признаны в России? Согласно последним данным, иностранные граждане, а также российские граждане, которые привиты от коронавируса зарубежными вакцинами или переболевшие за границей, смогут получить ковид-сертификат в России. Об этом сообщила глава оперштаба Татьяна Голикова. К сожалению, на данный момент пока еще неизвестна дата, с которой можно будет получить этот документ, но сообщается, что выдаваться он будет на полгода при условии прохождения теста на наличие антител. Кроме того, в Министерстве иностранных дел России на днях заявили о том, что сейчас активно ведут переговоры с другими странами о взаимном признании вакцин. Но на данный момент имеется лишь информация, что в ближайшее время те, кто вакцинирован иностранными прививками, сможет сделать себе документ на полгода после того, как пройдет тест на антитела. Если же, кстати говоря, тест не выявит никаких антител, то такой документ выдаваться не будет. Мы переходим к следующему вопросу. Скажите, пожалуйста, справка переболевшего должна быть в электронном виде или бумажном? На самом деле я бы порекомендовала иметь эту справку как в электронном, так и в бумажном виде. Вы можете зайти в свой личный кабинет на портале госуслуги и там найти английскую версию справки. На всякий случай ее распечатайте. Следующий вопрос. Сертификат вакцинированного спутником ВИ действует в Турции тоже год, как и в России? Да, все верно. Так же, как и в России, сертификат спутником ВИ действует ровно год. Кстати говоря, после моего видео, где мы обсуждаем правила въезда в Турцию, очень многих почему-то возник вопрос, признает ли Турция вакцину спутник ВИ. В том видео я говорю о том, что это единственная российская вакцина, которая признается Турцией. Поэтому, если у вас есть сертификат вакцины спутник ВИ, вы можете спокойно въезжать в Турцию, повторяю еще раз, без каких-либо тестов. Следующий вопрос. У меня такой вопрос. Маршрут Санкт-Петербург-Измир с пересадкой в Стамбуле. С моим тестом, сделанным в России и годным по времени, меня пустят на самолет Стамбул-Измир? Или нужно делать новый тест в Турции для этой пересадки? Здесь я могу вам дать точный ответ. Если на момент въезда в Турцию 72 часа вашего ПЦР-теста еще не истекли, то в таком случае вы можете воспользоваться этой справкой для того, чтобы сесть на самолет Стамбул-Измир. Если же на момент прибытия в Стамбул срок вашей справки будет истекать, и вы не будете успевать по времени, то тогда придется сделать новый ПЦР-тест. В аэропорте Стамбула есть точка, где можно пройти ПЦР-тест. Так что можете посмотреть всю информацию на официальном сайте Стамбула. Ну а так, если вы укладываетесь в срок действия 72 часа, то вполне можете воспользоваться своим тестом, который будете делать еще в России. Следующий вопрос касается Хизкода и анкеты. А если уже есть Хизкод, то анкету надо заполнять при въезде в Турцию? И можно ли с Хизкодом сесть в самолет авиакомпании Pegasus при вылете из Турции или обязательно нужен тест? Отвечаю на первый вопрос. Несмотря на то, что в Турции срабатывает и Хизкод, который вы оформляли в предыдущую поездку, власти Турции требуют при каждом въезде в страну оформлять анкету и получать Хизкод в течение 72 часов до прилета в Турцию. Это правило сохраняется. Для того, чтобы ответить на второй вопрос, мне важно знать, в какую страну из Турции вы полетите. Если вы полетите в Россию, то в таком случае вам не нужно предъявлять ПЦР-тест, а уже сделать ПЦР-тест по прилете в Россию. Вот такие вот вопросы вошли во вторую часть выпуска. Если у вас еще остались какие-то дополнительные вопросы, обязательно всегда задавайте их в комментариях, ведь время от времени я буду выпускать такие видео, где я буду подробно отвечать на все ваши вопросы. На сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Мы увидимся в следующем ролике. Продолжение следует...